Виталий, приветствую тебя! На очередном видео совместного анализа фундаментального и технического, той ситуации, которая на финансовых рынках сейчас складывается, ситуация, мягко говоря, интересная. Мы видим ралли по всему спектру тех активов, которые относятся к категории рисковых, растет в прямом смысле все. Форекс, фондовый рынок. Например, на Форексе очень отчетливо видны тенденции по евро, доллару, по пункту, по австралийцу. То есть эти тенденции, которые могут быть связаны в плане объяснения через слабость доллара. Но если мы посмотрим, например, на пару доллар-иена, там тоже рост, и там бакс прет в виде японской валюты. Я, признаюсь, давненько такого не видел. Конечно же, сейчас можно объяснять и рыночными манипуляциями, и попытка тех, кто засиделся в коротких позициях со стороны покупателей, выдавить с рынка за счет перехая и увода котировок на те уровни, которые были многими неожидаемы и непрогнозируемы. Но будем следить вместе. Хорошо, что у нас есть возможность видеться по нескольку раз в неделю. Соответственно, следить, анализировать и подкидывать конкретные торговые идеи, и стараться их объяснять, с чем, в принципе, мы связываем ожидания по конкретному поведению активов и подкреплять их техникой и фундаментом. Давай тогда начинать. Демонстрация экрана с моей стороны. В прошлый раз делался акцент на движение европейской валюты против доллара. Сейчас, да и не только сейчас, уже на протяжении какого периода у нас плашной восходящий тренд без каких-либо вообще предпосылок для технического отката. С точки зрения фундамента отмечу, что на данный момент, если бы мы говорили о нормальном рынке, европейская валюта должна была быть уже гораздо дешевле, потому что все те риски, которые для еврозоны вскрылись из-за пандемии, то влияние, которое пандемия оказала на основные составляющие макроэкономический отсчет и ожидание того, как с этим будет бороться Европейский Центральный Банк, это, конечно же, хорошая база, необходимая база для снижения. Но вот евро продолжает расти, и когда фундамент, мягко говоря, совершенно не работает, я рекомендую все-таки уделять внимание больше такому понятию, как оценка психологии и рыночному позиционированию. Повторюсь, что в компании Амаркетс для всех трейдеров доступен индикатор Кайман, который показывает на данный момент, что количество продавцов с каждых, скажем, 50 пунктов, которые удается проделать в паре евро-доллар, только увеличивается. И если в прошлом с тобой эфир мы говорили о соотношении сил 30-70, то сейчас уже перекос увеличился, количество продавцов 72%, покупателей еще меньше. То есть классика, рынок не дает заработать всем, рынок идет к пути на меньшего сопротивления и старается достичь тех уровней, где потенциально может произойти вот эта перебалансировка, когда позиции продавцов и покупателей более-менее могут уравновеситься. Я, честно говоря, не знаю при таком ралли, на каких уровнях произойдет этот сам разворот, поэтому отмечу, что с позиции фундаментального анализа, с точки зрения долгосрочных ожиданий и той сделки, которую лично я транслирую уже для себя, в своем портфеле уже довольно давно, у меня короткие позиции остаются. Потому что я рассчитываю на завтрашнее заседание Европейского центрального банка и допускаю, что перед самим заседанием и, возможно, когда начнет выступать Кристин Лагарти, европейская валюта может показать новый хай. Это, возможно, даже выше уровня 1.13, может быть, даже в районе 1.13.50. И вот где-то в этой зоне уже расстановка сил точно изменится, и мы сделаем акцент это в следующий раз снова на Кайман и посмотрим, есть ли причины для, собственно, снижения. Поэтому, резюмируя то, что я рекомендовал раньше, для фундаменталистов, для кого долгосрочные позиции – это приоритет, я не отказываюсь от слов, собственно, сел остается основной торговой идеей. Для тех, кто хочет попробовать заработать на текущих рыночных настроениях, здесь нужно держать ланги и, как я уже отметил, ждать либо какого-то следующего мощного сопротивления, либо следить параллельно за Кайманом и смотреть, когда настроения начнут меняться. Если возникнет перекос сейчас с 70 и 30, он изменится до 60 и 40, пока это как раз и будет первым сигналом того, что нужно снова разворачиваться на короткие позиции. То, что сейчас в фундаменте сомневаются даже фундаменталисты, вот, например, я, это еще на доказательство того, что разворот уже совсем близок, потому что фундаменталисты, которые делают ставку привычной на снижение, сейчас начинают подумывать, почему бы не купить. Ну, как правило, это лакмусовая бумажка того, что разворот уже произойдет совсем скоро. Что касается нефти, была сделка по WTI продажи через селстоп с уровня 34.90, то есть здесь вот мы вошли в рынок, соответственно, минимум составил 34.24, в итоге сделка была закрыта по безубытку. Сегодня я снова предлагаю пробовать коррекцию, войти в рынок на снижение в расчете на то, что эта коррекция приведет к какому-то мощному нисходящему движению. Поэтому новая сделка селстоп с уровня 37.30, при этом хай можно поставить на отметку 38.14, ну и ждать снижения, это ближайшая цель, уже там ниже 35 долларов за баррель. Сегодня запасы будут опубликованы, вполне возможно, что перекупленный рынок нуждается в каком-то катализаторе для разворота, и этим катализатором сейчас может послужить любой релиз, в том числе и запасы. Ну и также хочется отметить, что в целом фундаментальный фон, он, конечно же, явно указывает на то, что рынок забрался слишком высоко. Если мы будем разбирать ОПЕК, сейчас не будем на это тратить время, ОПЕК, там отношения США и Китая, тем, кому интересно, рекомендую посмотреть, в том числе и сегодняшний брифинг, я там подробно обо всем этом и говорю. И вторая идея фунта тоже здесь ожидания следующие. Сделку можно взять за основу. Это снижение в случае, если будет снят отложенный ордер 1.25.60, то есть фактически это селл-стоп. Стоп-лосс можно поставить на хай текущего дня в район отметки 1.26.10 и ждать снижения пары ниже уровня 1.25. Сегодня будет важный отчет буквально через час 30, ну почти через час 30. Это данные по активности в сфере услуг. Отчет важный, потому что это сектор, который указывает и показывает именно о состоянии той отрасли, которая генерирует 80% экономического роста. Я сравниваю даже отчет по сфере услуг в Англии с мощностью воздействия на валюту, с тем же самым европейским центральным банком. Поэтому фунт, конечно же, он тоже очень сильно перекуплен, ралли здесь продолжается. Но я считаю, что если в отношении евро у нас мощный триггер только завтра, сегодня по фунту он пораньше. Это как раз вот этот отчет, который может стать причиной коррекционной динамики. И будем стараться эту коррекционную динамику поймать. Повторюсь, стоп с уровня 1.25.60, стоп-лоссом 1.26.10. Тейк-профит, ну, друзья, пока не будут пограничиваться. Если все-таки сценарий снижения отработается, на этой сделке можно будет заработать довольно-таки неплохо. Виталий, слово тебе передаю. Так, видно экран? Так, всех приветствую. Сейчас обсудим те идеи, которые я давал в прошлый раз. Сейчас дам комментарии, как всегда, по основным инструментам. Вкратце так, в доли секундах. И дам новые идеи, как всегда. Итак, начнем с идеи, которые я давал в прошлый раз. Это покупка нефти марки Brent. Кто следил также за моим обзором открытого микрофона в пятницу, я говорил, что если нефть выйдет с диапазона выше уровня 37, закроется, то мы рассматриваем покупки. Если ниже диапазона нижней границы 34, мы рассматриваем продажи. Как раз мы в пятницу прошлую закрылись, и в понедельник я давал рекомендацию на покупочку выше этого диапазона. И мы, в принципе, сделали с данной покупки 3 доллара роста. То есть 300 пунктов. Поэтому идею можно закрыть, можно частично закрыть, кто как желает, и ожидать, возможно, дальнейшего роста. Потому что на текущий момент, сказать, рынок пойдет вверх или вниз, это 50 на 50. Сейчас нету каких-то конкретных идей. Но нефть, в принципе, последние полтора месяца достаточно хорошо отрабатывает прогнозы. Поэтому, кто желает, скажем, более подробно изучить мой метод понимания рынка, в компании Амаркетс, напомню, запускается с июня, со следующей недели, экспресс-курс обучения бесплатный для клиентов Амаркетс. Там есть небольшие условия, это можно уточнить уже, в принципе, у менеджеров компании Амаркетс. Дальше, S&P 500. Рост идет, как и ожидалось. Аналогично мы вышли еще на прошлой неделе, вышли с этого диапазона большого, который у нас был, закрепились выше, давал рекомендации в лонг. Плюс на прошлой нашей битве, в пятницу тоже говорил, что если будем локально их и пробивать, аналогично рост. Плюс, как видим, рынок не дает никакой реакции на вот эти все погромы, которые идут в США. Даже вот я вчера потратил около двух часов вечером, посмотрел там какой-то наш с СНГ, там проживает в Америке, то есть снимал на видеокамеру это все, там погромы и так далее. Достаточно было интересно на это все посмотреть, анализ и так далее. Поэтому, как видим, рынку фиолетово на это все, да. То есть на рынке что правит? Правят деньги, то есть рынок накачали триллионами денег, то есть выкупают все, поэтому вот за счет этого и рынок растет. Пока на текущий момент комментарий по S&P 500, ну он смотрится в лонг. Если будут какие-то изменения по рынку, нарисуем мощный сильный импульс вниз, то уже будем говорить там о возможных каких-то продажах, краткосрочных или долгосрочных. Потому что на текущий момент, как и нефть, оно все смотрится вверх. Будет ситуация меняться, мы будем и менять мнение. Дальше. Давал рекомендацию также по фунт-доллару. По фунт-доллару. Кто наши битвы смотрел? Фунт-доллар еще советовал покупать в районе 1,2190. В принципе, мы с… это было где-то 2 или 3 битвы назад, да. С этого момента мы сделали больше 4 фигур, там 4 с копейками. Плюс в пятницу на открытом микрофоне говорил, что фунт смотрится только в лонг. И давал рекомендацию в понедельник на битве по фунту. Получается, у нас где-то мы торговались в этом диапазоне, 23,90. Говорил, что здесь возможно выйти небольшим объемом, ну, то есть разбить ордер покупка с текущих. И если опуститься ниже, докупиться по фунту, потому что здесь технически только рост. И мы с понедельника сделали еще 2 фигуры с гаком. На текущий момент по фунту, что могу сказать? Ну, смотрится он дальше в рост. Будет, как и по нефти S&P, меняться техническая картинка. Будем, скажем, менять свое мнение. Пока только рост. Кто там покупал, следовал моим рекомендациям. Можно или все закрыть, потому что мы, в принципе, достаточно хорошо отросли. Приблизились к сильному уровню сопротивления в район 26. Мы 26 сделали, в принципе, сегодня. 26 вот этот, там, с копейками, вот эти максимумы. Нужно будет смотреть реакцию на этот уровень и думать, что дальше будет. Поэтому можно часть удержать. Возможно, мы пронесем эти все уровни и улетим, как я, скажем, предполагаю, на 1.30. Но это уже время покажет. Плюс, что еще говорил, что евро-доллар, он более лонговый. То есть пока здесь признаков никаких на шорт нет. То есть я говорил, что шорт возможен только, если будет ложный пробой уровня 1.11.50. Его нет. То есть мы, наоборот, вчера закрепились выше данного уровня и, скажем, летим дальше в космос. То есть практически мы неплохо достаточно с уровня 1.08 сделали тоже 4 фигуры по евро-доллару. Сейчас тоже аналогично смотрится все в рост. Не исключаю, что мы сделаем 1.15. Но если картина аналогично будет меняться, также буду об этом говорить. Поэтому сейчас можно удерживать позиции, кто там покупал евро-доллар, дальше в лонг. Дальше. На сегодня что мы можем сказать с идей? С идей ничего такого сверхъестественно нету по рынку. Ну, хотел предложить золото. Потому что все эти инструменты евро, фунт, нефть, они в трендах. То есть советовать сейчас их покупать нету смысла. То есть раньше нужно было загадить, кто смотрел. Попробуем шартануть золото. Оно очень рискованное, поэтому небольшим объемом. Плюс здесь плохие цены для шартов. То есть это можно было вчера. То есть был неплохой уровень. Вот здесь отмечен. Так, не вижу. Сколько у нас? 1740. То есть, ну, давайте попробуем с текущих шартануть. Небольшим объемом, то есть до 1% риска, ставим стоп-лосс за уровень 1745. За вчерашний хай. Из текущих, то есть у нас 1720, там с копейками, золото торгуется. И с вариантом, что золото из текущих делает тот глобальный разворот, который я ожидал. То есть пока картина такая корявенькая, но будем, скажем, пробовать золото шартить. Это первая идея. То есть цели, я же говорю, большие. Поэтому если шартанули, если сегодня или завтра цена будет уходить, то можно там без убыток и сопровождать ее. Дальше, что можно сказать еще, ну, попробую еще по биткоину сказать возможность варианта шарта. Вынесли всех шартистов, которые здесь шартили, ставили стоп-лоссы выше 10 тысяч. Вчера их ночью вынесли, скинули цену и, ну, странно как-то скинули достаточно сильно. Зашли обратно вот этот треугольник. Поэтому попробую дать рекомендацию шорт с текущих. Это у нас 9500 стоп-лосс. Можно небольшим объемом также оставить выше 10 тысяч, но можно там с поменьшим, скажем, стоп-лоссом, где-то в район 9800-50. Скажем, там уже на... Зависит от депозита, какой, возможно, минимальный объем взять, чтобы до процента риска вложиться. И цели падения возможны, что у нас здесь развернется тренд, потому что есть какие-то признаки разворота тренда. Рынок укажет, нам пойдет в нашу сторону или нет. Есть там слухи, ходят, что биткоин может в район 200 долларов уйти. Ну, в долгосрочной перспективе. Ну, посмотрим, скажем. Потому что, смотрим, десятку мы уже берем с... Тестировали три раза достаточно сильно. Это ноябрь, точнее, конец октября 2019 года, февраль 2020 и текущий год мы уже три раза. Даже не десятка, это получается немножко выше. Это 9300-9500. Вот такие долгосрочные идеи. Если они не выигрят, ну, скажем, на нет и суда нет. Ну, в принципе, по всем инструментам основных сказал. То есть евро, всех интересует фунт, нефть, золото, S&P сказал, биткоин. Ну, пока все у меня. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии. Ну что, давай тогда следить за рынками, за тем, как будут усиливаться эти тенденции. Развернутся ли они к нашему следующему эфиру, тоже будет интересно. Рынок, ну, очевидно, растет. Что уж это отрицать? Очевидно, он является крайне перекупленным. Поэтому, друзья, в любом случае, какой бы сделкой вы сейчас не руководствовались, нужно контролировать риски, потому что если на рынке очнется коррекция, она после такого роста будет немаленькой. Это точно. Поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию. Виталий, хорошего у тебя закрытия недели, профильных сделок и до встречи на следующей неделе. Спасибо, до свидания. Пока.